А надземная часть никак не используется. Подземная часть выкапывается, моется, режется, сушится. Не буду про нее рассказывать. Ну а это мое любимое растение, чернокорень лекарственный, растение ратифук. Первый год она дает просто большую прикорневую розетку листьев. А потом, когда оно отцветает, у него образуются такие шишечки. Семена шишечки. Эти все семена, да, сцепляются семена за шерсть. Мыши и мыши вообще готовы утопиться, удавиться, но убежать. Сестрица моя, у меня тоже есть семена, я привезла сюда. Все растение, когда семена уже образовались, вы срезаете и ложите в подвалы, где мыши у вас сеются возле пасеки, поскольку я знаю, что мыши могут съесть и пчелиную семью. А вообще лучше его не садить где-то подальше, потому что когда идешь, зацепишься и вот так вот вся будешь в этих колючках, потом его... Помимо этого, что интересно, корень мощный, большой, корень обладает обезболивающим свойством. Корень, ну тоже при всех заболеваниях, как обезболивающая, как местная анестезирующая, как отвлекающая. Ни в коем случае не применять внутрь, натирать, делать настойки, прикладывать шалфей лекарственные. Вообще говорят, чего тебе болеть, если у тебя в саду есть шалфей лекарственные. Узкие листья с беловатым таким налетом, пряный такой вкус, привкус, да? Ну, конечно, очень большой спектр, спектр действия шалфея. И медонос, запах, органы дыхания, волосы, подушки, волосы лечат, дают надежду на... Лечит и дают надежду родить женщинам ребенка. Вообще считается травой омоложения, от кашливания. Достаточно одного листика в зеленый чай каждый день, надо его принимать. Уже после сорока лет возвращает молодость, силу, крепость, духа. А его еще нужно там в контору, что сейчас надо? Нужно, власть. Вы в Италии используете шалфею сейчас? Да, что, да. Шалфею вообще у меня пять видов. Шалфею луговой, то же самое действие. Вообще такой сильный медонос, красивый. Я привезла три вида шалфея, мускатный, луговой. Ой, красиво. Такой ароматный, огромный. Шалфею мускатный, вам расскажу его главная действующая. Я записываю, кому что ли? Пришла у меня моя мама подруга, я ей дала, она его, значит, он у нее расселся в огороду. У нее в огороде картошка, она говорит. Приходит, говорит, соседи говорят, что-то у меня жуков колорадских нету. И у меня она смешно. Наташа, а что-то у меня говорят жуки, а потому что рядом у меня растет, говорю, шалфея. У меня большие кусты, целая плантация. Вот я каждый год в одном, ну не в одном месте, поле, конечно, меняю. И там растет у меня шалфей. И вы знаете, что колорадский жук не идет, он настолько боится этого запаха. Шалфейная делает, шалфей мускатный, делают вино, добавляют шалфей. И вино вместе с черной бузиной обладает запахом муската. Очень вкусный вкус. Волосы моют, горлышко болеют, зубную боль. Ну, вообще, запах муската, запах муската, ну, не мужской по мне лично. Да, не очень нравится. Ну, тебе нравятся, значит, мужские армены. Давай дальше. Есть. Шлемник байкальский. Вот он сейчас цветет, очень красивая шлема. Посмотрите, как шлем. А что там делает шлем? На голову ее одевает, защищает. Он лечит головную боль, мигреница, сужение сосудов. Вообще, точно так же действует, как и валерьяна, и точно так же действует, как и синюха. Он успокаивает в малых дозах, успокаивающим действием, в больших, наоборот, возбуждает человека. Корни, все растение необыкновенно красивое. Один цветок посадишь, вот такой вот куст огромный. И до того он красивый, такой разросся, фиолетового цвета. Так и говорит, приди меня, понюхай, полюбуйся мной, красавец. Просто чай можно? Семена есть. Есть. Я не привезла с собой все. Я так могу. А здесь корень или цветы? Корень заваривается при бессоннице, при каких-то мигренях, при беспокойстве корень. Шандра обыкновенная. Она у вас тут везде полное посмотрела, лечит. Видите, колючая она. Колючая, да? Печень. Поджелудочную железу. Желчный пузырь. Все растение срезается и заваривается. Как чай сегодня, меня хозяйка, наверное, напоила. Шандрой. Ну, это хорошо. Не хозяйка, хозяина. Не знала, что это Шандра. Эхиноцея пуркуна, рисное красивое растение. Большой фиолетовый цвет. Все растение, видите? Если большая, ну, если хорошая почва, высокая, большая растет, иммуностимулятор. После болезни, после операции, вообще утром вместо кофе другой раз так наработаешься, что вообще просто никакой. И еле с постели слезешь. Я каждое утро тогда завариваю хиноцель, шалхи, лекарства, и цветы, и листочки, и корни. Все-все молодцы. Как чай собрать? Как чай. Я много его собираю. Можно получать цвет, а у тебя это? Да, но на ночь лучше не с ней, потому что вызовет беспокойство, но и бессонницу называет. Ну, собирать во время цветения? Во время цветения, а потом щитовидную железу ничьет очень хорошо. Ясениц или неопалимая кукина. Необыкновенное растение. Очень редкое растение. И знаете, какое у него свойство? Очень много эфирных масел. Жаркую пору, когда подходишь, все растение колышется. Вот так. Если поднести спичку, хлопок, черный дым, и все растение будет гореть. Не само растение горит, а горит воздух вокруг него. Почему неопалимая кукина? Есть такая икона. Я возражаю, я возрождаюсь. Все растение можно применять как лекарственное. При облысении всем растением срезаешь, да, потому что там много эфиров. И ждучий такой вкус, не вкус, а... Да, обычный вкус. Натирается волос, и волосы становятся густыми. Он обжигает. Он обжигает, да, он обжигает. А что такое? Огла, да? Кровь будет приливать в верхней части волос, и волосы начинают расти. Потом расскажу, как-то иду, я вообще не знала этого растения, иду по ботаническому саду, и идет Маришка. На улице 32 градуса жары, у нее вот такой вот гольфик, и она вся, вся укутана вот так. И говорит на меня, Талия Сергеевна, я говорю, Мариш, и значит, и тут у нее красные такие, как бы, засосы. Говорю, ну ты даешь, говорю, Мариш, она мне говорит, пошли, я покажу вам, что у нас растет. Оказывается, у нас в ботаническом саду, там глубоко-глубоко, в глубине растет это растение. Оно очень красивое, оно бывает белое, бордового цвета, розового цвета. И она говорит, я гуляла в воскресенье, а это было во вторник. И говорит, ну так пахнет, так пахнет. Я, говорит, подошла, сорвала цветочек, понюхала и сделала вот так. И тут солнце, и у нее просто нарывы. Потому что оно обладает таким действием, как газ древного типа, вот этот иприт. Если вы подойдете к нему, оно когда цветет, и прикоснетесь, то у вас будут нарывы, просто пузыри, волдыри, и очень долго будут не заживать. Ну а растение необыкновенной красоты, если не на солнце, а когда оно цветет, образует вот такую, как корзиночку, пятизвездочку. Как вода, подожди, как это называется? Да, так вода. Как вода, как у Анисска. И зернышки там. Меня в этом году зацвел, я его посадила далеко-далеко, в самый глубокий сад, под яблонью. Сказала никому не подходить и вообще не нюхать, чтобы дети не обожглись. Очень красивый, очень красивый запах, просто вообще необыкновенный. И свежесобранными семенами. Вот я видела московские семена у нас в Минске, продаются ясенец, он в жизни никогда не зайдет. Только вы его собрали, тут же вы его в землю всунули. Или положили в холодильник, иначе он не зайдет. Ну все, наверное, хорошо. Спасибо огромное.